Привет, друзья! Пониженный уровень шума, компактность и высокая мощность – всё это новый пылесос для сухой уборки Polaris PVC 1834 Silent, который сегодня у меня на обзоре. Проверим, действительно ли можно совместить тихую работу и высокую мощность. Поехали! Я ещё не распаковал сам пылесос, но уже отметил удобство упаковки. Пластиковая ручка вроде есть почти всегда, но здесь она сбоку, поэтому вес довольно-таки тяжёлого пылесоса не ощущается. Ну и сама коробка, на которой сразу читаются технические характеристики, внушает доверие. Сразу видно, сколько всего умеет техника и как мне с ней повезло. Внутри коробки находится моторный блок с фильтрами и контейнером для мусора, гибкий армированный шланг, телескопическая трубка, насадки для пола и ковров, щётка для мебели и щелевая для углов. Также есть держатель насадок, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Всё упаковано аккуратно, предусмотрена защита от ударов. Необычно, что документация упакована в плотный синий конверт, так она не потеряется и не испортится. Ну и смотрится, конечно, солидно. Отдельно порадовал держатель для насадок, теперь их удобно хранить вместе с прибором. Но, на мой взгляд, самих насадок маловато. Нет турбонасадки с щётками и насадки для выбивания ковров, например. Докупить их отдельно у производителя нельзя, использовать насадки других фирм сложно, посадочный диаметр и способ крепления могут не подойти. Мне очень понравился дизайн. Редко встретишь технику ярко-бирюзового цвета. Благодаря ему пылесос смотрится ярко, но в то же время оформление довольно лаконичное, нет лишних деталей и буйства красок. Также у данной модели есть второе цветовое решение – жемчужный серый корпус. Сама модель стоит на трёх колёсах, два больших и одно маленькое спереди, которое улучшает манёвренность. Я попробовал пылесос в деле и меня приятно удивили два момента. Первый – действительно довольно тихая работа пылесоса. Второй момент – что контейнер для мусора легко снимается и очищается. Такое не всегда встретишь. С некоторыми моделями приходится так возиться, что легче взять веник и подмести, чем каждый раз тратить столько времени. У контейнера две откидные крышки. Верхняя для крупного мусора, а нижняя – фильтр тонкой очистки. Сзади отсек для шнура с автоматическим сматыванием, а также в заднем отсеке расположены различные фильтры. Я заметил, что шнур вытягивается без усилий. Есть стандартные ограничители. Желтый показывает, что дальше тянуть нежелательно, а красный обозначает конец длины. Черно-белый шланг имеет силиконовое покрытие. В чем его плюс? Такой шланг очень гибкий. Покрытие отлично защищает от повреждений и грязи, а антистатические свойства снижают объем пыли, который к нему прилипает. У ручки удобная эргономичная форма. Заметил, что рука не устает во время уборки. Держатель для дополнительных насадок можно закрепить на шланге, чтобы во время использования пылесоса легко и быстро их менять при необходимости. Ну и естественно, они так не потеряются, что тоже важно. Телескопическая трубка раздвигается на 50-70 сантиметров, поэтому можно дотянуться до всех труднодоступных мест. Управление пылесосом обычное. Над колесами две кнопки. Одна включает прибор, вторая сматывает шнур. На ручке есть светодиод, который загорается красным светом, если засоряется фильтр или воздушный тракт. Это очень удобно, потому что сразу можно увидеть проблему. Для оценки эффективности работы PVC 1834 Silent я разбросал по полу комочки грязи и разный мусор. Пылесос отлично убрал всё полностью. Далее я постелил ковёр и опять разбросал по нему грязь. И снова отличный результат. Пылесос первого раза убрал всё полностью, в том числе и комочки, застрявшие между плинтусом и ковром. Ещё хочу отметить мобильность модели. Благодаря компактным размерам и относительно небольшому весу, пылесос легко перемещать по квартире. Большие колёса легко преодолевают даже высокие порожки, а если надо перенести прибор, это легко сделать благодаря удобной ручке на корпусе. Удобное крепление контейнера для мусора позволяет легко его переносить и чистить, не пачкая руки. А вот его цвет не очень удачный, хотя тёмный пластик смотрится стильно. Сквозь него не всегда легко разглядеть, насколько заполнена ёмкость. Фильтры работают отлично. Циклонный задерживает весь крупный мусор, поэтому до фильтра тонкой очистки доходят только пыль и другие микрочастицы грязи. Ухаживать за пылесосом нужно стандартно. Опустошать контейнер для мусора после каждой уборки и мыть его. Все фильтры можно промывать под холодной водой без использования моющих средств. Исключение – HEPA-фильтр, из которого нужно выбивать пыль. Его можно мыть только при сильном загрязнении. Все комплектующие нужно тщательно высушить, прежде чем собирать пылесос снова. Мытьё допускается только проточной холодной водой. Использовать стиральную или посудомоечную машину нельзя. Также нельзя сушить фильтры феном или утюгом. Разрешена только естественная сушка. Ну а теперь о плюсах и минусах этой модели. Плюсы. Пониженный уровень шума. Стильный дизайн, хорошая маневренность, компактность, высокая мощность, наличие держателя для насадок, удобное очищение контейнера от мусора и удаление аллергенов на 99,5% благодаря HEPA-фильтру. Но минусы – отсутствие турбощетки в комплекте и непрозрачный корпус контейнера для пыли, через который не видно, насколько он заполнен. Ну а на этом всё, друзья. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!